Здравствуйте! Вы смотрите программу «Туризм» и я, Виктория Гармашова, приветствую вас. На острове Кипре находится множество христианских церквей. Это остров, где побывали апостолы и ученики Христа. Давайте сейчас вместе со мной отправимся в монастырь апостола Андрея. Монастырь апостола Андрея был построен в честь него самого. По поверям, апостол был владыкой ветров, защитником странников и путешественников. Монастырь является святым местом, как для турецкого, так и для греческого народа. Люди приходят сюда с надеждой найти решение своих проблем или исцеления от различных заболеваний. А те, кто не может прийти, бросают в море бутылки, наполненные для веса оливковым маслом и своими просьбами, в надежде, что владыка Ветра пригонит их к месту, где расположен монастырь, и они попадут в руки его монахов. Сведения об апостоле Андрея известны в основном из священных источников. Однажды он исцелил незрячий глаз капитана корабля, на котором плыл в Палестину. Апостол уверил капитана, что он сможет найти целебную воду на полуострове Карпас. Моряки действительно нашли в указанном месте колодцы, полную целебной воды, и благодарность приняли христианство. После чего место стало объектом паломничества. А целебные качества воды признаются как турецкими, так и греческими киприотами. Церковь апостола Андрея, открытая для богослужения, является привлекательным местом для туристов и гостей острова. Полуостров Карпас – один из красивейших уголков северного Кипра и без преувеличения всего Восточного Средиземноморья. Карпас, как магнит, притягивает туристов к великолепными пляжами, живописными вершинами и является непревзойденным местом на аллоне природы. Теплые воды северного Кипра поражают своей чистотой, набегающие волны уносят прочь все проблемы современной цивилизации. Полюбоваться красотами полуострова Карпас приезжают туристы со всего света. К концу этого года срок действия заграничного паспорта могут увеличить до 10 лет. В документе добавят количество страниц и упростят процедуру оформления паспорта. Анкету можно будет заполнить и отправить по интернету. Правда, услуга на оформление заграничного паспорта подорожает. Смотрите программу «Туризм» и вы узнаете много интересного о разных странах мира и российских курортах. До новых путешествий!